Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 сентября, день Автамона, Артамона. Сегодня почитают память святого мученика Артамона. Он жил в IV веке и обратил в христианство большое количество людей, ранее бывших язычниками. Была образована целая община, для которой Артамон соорудил и осветил храм. Во время гонений на христиан Артамон был арестован, но сумел сбежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать. Но обращенные христиане разрушили языческое капище. Язычники из мести убили святого. В народе было подмечено, что на Артамона змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму. Поэтому в народе Артамона называли змеевиком. Кстати, в году отмечаются два змейных праздника – весной и осенью. Весной праздновали день Василиска, это 4 июня. В этот день становилось настолько тепло, что даже змеи выбираются из своих зимних укрытий. Вообще природа замирает. В лесах уже реже можно было встретить диких животных. Дни становились короче, а по утрам бывали заморозки. Сегодняшний день был очень важен для охотников. Они в последний раз в этом году могли подстрелить какого-нибудь зверя. Приметы. Если на деревьях сегодня много желтых листьев, осень будет ранняя. И если дождь идет – к длинной зиме. На дубе много желудей, будет теплая зима и плодородное лето. Гром гремит сегодня к теплой осени. И если на артамона хотя бы зайца подстрелишь, дальнейшая охота будет очень удачной. Наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями. Ни ангинами, ни какими-то там кариесами. А что для этого делаем? Да практически ничего не делаем. Только конфеты едим, да чай или кофе сладкое пьем. С булочками, которые как раз и способствуют этому. Мы с вами сюда добавили клюковки. Клюква – великолепный бактерицидный продукт. Чичтости нам кровь. Особенно препятствующие развитию различных гинекологических заболеваний. Заболеваний предстательной железы у мужчин. Заболеваний печени и почек. Хорошо утоляет жажду. Потому что как только мы сладкий напиток, который какой-нибудь выпьем, сразу же у нас начинается, еще хочется пить. А здесь он кислый. Тем более кисломолочный. Ничего нам не хочется пить. Мы великолепно утолили жажду. При этом еще оздоровили свой собственный организм и укрепили его. Далее. Кисломолочное. Еще Мечников утверждал, что кисломолочное продляет жизнь. И мы ее употребляем как раз кисломолочное для того, чтобы чувствовать себя великолепно. Ну, о меде, я думаю, уже тут все это сказано. И что я еще хочу сказать. Я знаю одного мужчину, у которого 50 лет, началось отслаивание сетчатки, и он начал слепнуть. Болезнь прогрессировала, и он должен был ослепнуть. Ну, ему подсказали. А вот, говорят, проросшая пшеница помогает с этой проблемой справиться. И он начал регулярно по две столовые ложечки съедать каждый день. Сейчас ему 70 лет, даже это уже больше 70 лет. Болезнь не прогрессирует. Как была, так и осталась. На том же самом уровне. Зрень он не потерял. Зато стул регулярный. Потенция великолепна. Жизненных сил море. Как вкусно. Если бы вы знали. Приготовите. Кстати, все это можно сделать самостоятельно. Вы здесь не видите во время приготовления завтрака ни консервантов, ни закрепителей, ни подсластителей, ни еще чего-нибудь. Вы все делаете своими собственными руками с любовью. И это дает потрясающий оздоровительный результат. Только наша кулинария может это делать. Поэтому используйте ее. Смотрите, Легури Аллах. 26-е лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok